Всем привет. Сегодня хочу провести обзор вот такого зарядного устройства. Называется HUB2 Это зарядка на 4 порта. Покажу боковую панель. 40 ватт и 7,8 ампера. Давайте посмотрим. Я показывал распаковку. Когда она пришла, я уже пользуюсь ей больше месяца. Но просто я решил сымитировать и показать, как она приходит. Вот так это все выглядело в коробочке. Кому интересно посмотреть процесс распаковки, вот здесь вверху будет ссылка. Посмотрите непосредственно, как я это получал. А сейчас я просто показал, как это было запаковано. Вот такой блок. Пластиковый блок. Размер 10 на 8 сантиметров. И вот такой толщины. Порядка 30 миллиметров. Весит 175 грамм. С одной стороны разъем сетевой. Здесь разъем USB OTG. Вот он маркирован так. И с другой стороны 5 портов. Из них 4 порта предназначены для зарядки. Первый и второй обозначены как Smart. И дальше iPhone и Android. На самом деле никакого смысла эти надписи не имеют. Потому что подключать можно абсолютно любые устройства. Сюда в любом порядке. А этот порт, я чуть попозже про него расскажу. Это порт для подсоединения OTG. То есть для подсоединения накопителей. И так идем дальше. Да, вот здесь вот лежит вот такой термометр. Сейчас довольно жарко. Вы видите. 31,9-32 градуса. Здесь в помещении нет кондиционера. Видно, да? 31,9. Покажу это в Фаренгейтах. Вот температура в Фаренгейтах. Для тех, кто не понимает систему Цельсия. То есть 89 или 80. Ну смотрите, то есть жарко. Все, термометр убираю. Просто вы понимали, что сейчас в помещении жарко. Это будет важно для того, чтобы хочу показать насколько греется или не греется устройство. Давайте посмотрим комплектацию. Вот такой сетевой кабель. Он шел с американским разъемом. С плоским. Приходилось использовать вот такой переходник. Что сделал я? Я сразу же купил чуть меньше доллара. Вот такой европейский кабель. Вместо этого, что интересно, он оказался по качеству даже лучше, чем этот. То есть и в дальнейшем использовал только его. Почерпи, я уже больше месяца пользуюсь. В комплекте шел вот такой OTG переходник. Инструкция. В инструкции что я не буду подробно показывать. Я покажу только спецификацию. Вот здесь можно посмотреть спецификацию. Я надеюсь будет видно. Вот спецификация по портам. Какие токи выдают. Сейчас я вам зачитаю. Кому не видно. Первый порт выдает 5 вольт и 24 ампера. Второй порт тоже самое. 5 вольт на 2,4 ампера. Третий и четвертый порт по 1,5 ампера. Максимальная самуарная 7,8 ампера должно быть. Мощность 39 ватт. Есть данные по размерам. Из инструкции посчитаю. 110 на 78 и на 34. Подчеркиваю. Весит 175 грамм. Все. Теперь эту коробку убираю. И покажу как это все работает. Итак. Я подготовил вот такой планшет. Вот такой телефон. Вот такой powerbank. Известное устройство на 10400. Но и к сожалению четвертого устройства я не нашел. Потому что я снимаю как раз в пользу случаем. Пока все мои домашние по уходили. И четвертого устройства я не нашел. Я думаю что если мы подсоединим 3. Это будет уже достаточно. Потому что здесь стоит батарея 4000 мА. Здесь стоит батарея. А в этом телефоне 4000 мА. Ну и здесь вы сами видели 10400. То есть в общем то. Достаточно мощные потребители. Они так как некоторые подсоединят какой-то плеер. И тестируют. Тестируют зарядку. Здесь все по честному. Каждое устройство тянет прилично. Давайте подсоединим и проверим. Загорел синенький индикатор. Да. Позже случаем что у меня столько устройств. Я вот получил посылочку из Китая. Сейчас покажу здесь должен быть кабель. Потому что когда много устройств. В общем то. Для пробы заказал кабель. Микро USB. И кабелей много не бывает. Много не бывает. Вот такой кабель взял на пробу. Трехметровый. Потому что бывает. Очень удобно когда длинный кабель. Ну в общем то неплохой кабель. Ссылку на него оставлю. Что-то стоил там меньше двух долларов. Купил на Алиэкспресс. Вот сейчас мы его и протестируем. Все. Сейчас я все это подсоединяю. Итак. Вначале. Подсоединяю. Планшет. Планшет. Значит ставим на два с половиной ампера. Порт. Телефон давайте подсоединим новым кабелем. Планшет. Дальше. Давайте подсоединим. Наш пауэрбанк. Вот. Получилась куча проводов. Потому что куча устройств. Вот. Ну и теперь. Что мы смотрим. Давайте посмотрим процесс зарядки. идет или не идет. Зарядка идет. Может быть так будет и лучше. Вот. Все устройства. Заряжаются. Все процессы идут. Ну а четвертый порт я оставлю свободным. Потому что в общем то. Сказать по правде это и так уже будет превышение. Потому что я пользуюсь случаем покажу. Вот это родное. Зарядное устройство Lenovo. Которое шло в комплекте к телефону. Оно на два ампера. Видно 2 амперное. Это родное зарядное устройство. К планшету Nuke. Оно тоже на два ампера. Оно на два ампера. Ну и. Сколько этот возьмет. Я сейчас не знаю. Но вообще. Его рекомендуется заряжать. Зарядными устройствами. От одного до двух ампер. Все. Как видим все заряжается. Как показать еще я не знаю. Давайте оставим на время. Я вас покину. И продолжим после того как процесс зарядки будет завершен. Друзья. Попутно я расскажу. О порте OTG. Я сейчас покажу. Вот здесь. Что они пишут в инструкции. Давайте я вам покажу. В инструкции написано. Вот что мы имеем. Задний порт. Мы подсоединяем вот этот короткий кабель. Который шел в комплекте. Вот. И к нему подсоединяем смартфон. А вот в этот порт. Второй. В передней. Который обозначен. OTG. Вот. Мы подсоединяем флешку. Ну я в общем то как бы все это протестировал. Все работает. Я показывать не буду. Но я даже не понял в чем смысл. Потому что. Потому что все то же самое решается. При помощи вот такого кабеля. OTG кабеля. Который шел в комплекте. Вот с этим Lenovo. То есть. Я просто вставляю сюда. Это тот LG кабель. Сюда вставляется флешка. И имеем то же самое. То есть. Я не понял зачем этот порт. Честно говоря. Возможно кто то подскажет. Если вам известно. Возможно какие то устройства. Не поддерживают такой кабель. А через вот это. Соединение они будут работать. Я не знаю. Я не знаю. То есть. Подсоединить вот этот планшет. Сюда. И проверить не получилось. Потому что этот планшет. Ну. И у него как видите. Вот. Вот такая колодка. Большая. Соответственно. Вот этим кабелем. Его. То есть. Не вот этим. А вот этим. Кабелем его не подсоединишь. Здесь должен быть. Микро USB. Вот этот телефон. И так прекрасно. Работал. При помощи вот такого родного. Своего кабеля. Точно так же он работал. И при помощи этой коробочки. Поэтому. Как бы. Я ничего не могу сказать. Зачем оно. В общем то. Возможно. Если вы знаете. Подскажите. Да. Еще. Хочу сказать. Я купил. Значит. Это зарядное устройство. За 9.99. На тот момент. Оно стоило. Что то там. Около. 16. Или сколько то там. Долларов. И была акция. И был купон на скидку. И получилось. 99. Сейчас. Сейчас. Я когда готовился. К этому видео. Я зашел на Амазон. И увидел. Что без всяких акций. Без всяких скидок. Вот. Именно это устройство. Вот видно. Что я его приобрел. 30 апреля. Соответственно. Я уже успел попользоваться. Сегодня. 9 июля. Вот. Оно стоит. Без всяких скидок. 9.99. То есть. Я настоятельно рекомендую. Его к покупке. Потому что. Реально хорошая зарядка. Количество гаджетов растет. И. В общем то. Ну. Он. Совершенно. Не греется. Вот. Не одна минута. Температуру в помещении. Вы видели. Кто забыл. Показываю. Температуру. 88 по Фарингейту. Вот. Друзья. Температура. 31.6 в Цельсию. Соответственно. Фарингейта. Было. Вы сами видели. 90. С чем-то. 88. То есть. Очень жарко. Что я могу сказать. Устройство едва теплое. Едва теплое. Поэтому. Не греется. За такую цену. Особенно сейчас. Она продается. Я настоятельно рекомендую. К покупке. Друзья. Для тех кто любит покупать с Алиэкспресс. Я подобрал неплохие модели. Некоторые из них я вывел. Ссылку я оставлю внизу. Одна из моделей стоит 10.93. В общем то. Они неплохие отзывы. В общем то. Ссылка на нее будет. И то она получается. Немножко дороже. Чем удалось купить в ней. И чем сейчас она стоит в Америке. Но вы учтите. Что с Амазона. Доставка вам обойдется дороже. А с Алиэкспресса доставка бесплатная. И вот что интересно. Если взять более известные фирмы. То такое устройство. Пятипортовое. Правда. На 40 ватт. Фирмы Орико. Будет стоить 16.99. Это примерно та цена которая была. Когда покупал я. И в общем то. Но я покупал. С купоном по скидке. Я купил за 9.99. И доставка обошлась там. В составе большой посылки. Что то в районе. Я даже не знаю. Там чуть больше доллара. То есть как бы. Особо не было смысла считать. В общем то. Но. Кто хочет купить. И не связываться с покупкой в Америке. Пожалуйста. Покупайте на Алиэкспресс. И так друзья. Как бы на этом обзор буду заканчивать. Потому что. Записывать все в реальном времени. Нет возможности. Поверьте на слово. Устройство достойное. Хорошее. Проверенное. Я им пользуюсь. Всем рекомендую. Поэтому. Если вам необходимо. И у вас много. Электронных устройств. Которые можно заряжать. Вполне можете купить. Такое устройство. И вы будете точно так же. Как я довольны. Все. Всем спасибо. Пока. До новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok